Древность не так далека, как кажется. Совсем недавно к истории прикоснулись волгодонские дайверы. Вместе с куратором электронной версии проекта «Саркел» «Белая вежа» Анатолием Чалых они рассчитали координаты затонувшей крепости и даже совершили первое погружение. Из подводного путешествия водолазы вернулись с уникальными находками. Об исследователях Донской Атлантиды наш сюжет. Нырнули в историю с головой. Так можно описать уникальное погружение волгодонских дайверов. Поиски Донской Атлантиды привели их на самое дно Цемлянского водохранилища. С подачи идейного вдохновителя, давнего исследователя крепости «Саркел» Анатолия Чалых, водолазы опустились на глубину 7 метров. Перед погружением, конечно, в такое историческое место, испытываешь определенное состояние перевозбуждения, скажем. И уже при подходе начинался какой-то мандраж, зная, что 60 лет здесь никого не было, и ты первым полезешь туда, именно на это место затопления Хазарской крепости «Саркел». Погружению в историю предшествовала огромная работа – поиски места затопления, определение точных координат и изучение характера дна. Работа оказалась не напрасной. В первое же погружение водолазы достали из воды артефакты. Очень обрадовало. Так это характер дна. Значит, никакого ила абсолютно нет. Это дно довольно плотное и сплошь покрыто ракушкой. Присутствует небольшое течение. И видимость на дне тоже приятно удивила. Видимость порядка 4 метров. Находки лишь разожгли интересы следователей. Теперь возможность прикоснуться к истории они хотят подарить и простым туристам. Анатолий Чалых уверен, что организация поездок к месту затопления Донской Атлантиды станет знаковым событием во въездном туризме. Немножко обидно. Вот наши соседи, Семлянск и Волгодонской район, попали в туристическую программу «Серебряная подкова Дона». А Волгодонск не удосужился туда попасть. У него нет даже ни медной, ни деревянной. Обидно. Вот, что-то надо делать, сообщаю. Любителей приключений будет ждать путешествия по Семлянскому водохранилищу и погружения. Успех обеспечен на 100%. Все артефакты лежат практически на поверхности дна. Но есть и еще один, куда более азартный повод нырнуть в историю. Ну и будем говорить так, всегда такой интригующий элемент, как золото-хазарт. Все про него слышали, все про него знают, но никто не может сказать, что найдено или нет. Ну а поскольку это уникальная крепость, то, возможно, какие-то ценности были, куда они делись, мы не знаем. Поэтому для будущих любителей истории, археологии, в принципе, золото-хазарт еще не найдено, надо искать. В марте этого года в городе было принято постановление о выделении берегового участка под туристический комплекс «Аркел». Согласно проекту, точная копия крепости появится на берегу залива, недалеко от Дю США номер 4. Но когда ее построят, Анатолий Чалых даже предполагать не решается. И пока ценителям истории остается надеяться только на открытие туристического пути на Донскую Атлантиду. Ольга Трегубова, Петр Авдеенко, Новости ВТВ.